Вторым комитетом после аграрного, начавшим подготовку к второму чтению главного финансового документа области, стал Комитет по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству. В понедельник, 8 ноября были рассмотрены расходы на строительство и архитектуру. В четверг придет очередь транспорта и промышленности. Министерством, совместным с Министерством финансов, сформирован проект бюджета в Ульяновской области на 17-й и плановый период 18-19-х годов по направлению строительства. Финансирование будет осуществляться по двум направлениям. Первый – это программная часть бюджета, государственная программа развития строительства и архитектуры Ульяновской области. По нашему министерству предусмотрено обновление на 17-й год в объеме 268,5 млн. рублей. В эту сумму входят и средства на предоставление жилья детям-сиротам, и социальные выплаты бюджетникам и сотрудникам IT-отрасли на получение ипотеки. В рамках же непрограммных мероприятий 115 млн. рублей будет направлено на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году, сейчас, буквально на этой неделе, мы подписываем соглашение с фондом. Нам дополнительно выделяется 94 млн. рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счет средств фонда. Это дополнительное средство. Поэтому, предусмотрев 115 млн. рублей, мы финансово полностью программу переселения закрываем. Несмотря на положительные моменты, вопросов у председателя комитета Алсуса Дриддиновой к главе ведомства было немало. У нас было гораздо больше денег за ложность, в связи с чем у нас поменьшили. То есть у нас меньше стало молодых семей, которых нужно обеспечить жильем. Но, пожалуй, главной темой, поднятой депутатом, является неэффективная трата миллиардов на ремонт ветхого жилья. Вместо того, чтобы его сносить и строить новое, и направлять высвободившееся средство на переселение. По словам Дмитрия Вавилина, пока не установлены соответствующие правила игры на федеральном уровне. Сносить, что сносить, что там строить, мы готовим площадки. Правила игры определит федеральное правительство, тут проблем не будет. Мы-то готовы, есть у нас этот перечень, мы знаем, мы обсуждали, знают ли депутаты, знают ли муниципалитеты, где вот эта работа. Вот сидит глава администрации Дмитровграда, Гнутов, он знает, он не знает. Добавим, что в бюджете страны на 2017 год на строительные программы заложено 110 миллиардов рублей. Какая из них часть придется на долю Ульяновской области, зависит от совместной работы исполнительной и представительской власти. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.